Дорога к Храму О дне грядущем, о последнем дне, который ожидает всю вселенную. Церковь читает евангельское повествование от Матфея о страшном суде. Церковь читает евангельское повествование от Матфея о страшном суде. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тих меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Как правило, размышления о подобной будущности рождают в нас уныние, отчаяние или страх. Но страшный суд страшен не тем, что кто-то будет выносить о нас приговор, не тем, что великий Творец Вселенной воссядет на своем престоле и будет разделять нас направо и налево. Отнюдь. Этот день окажется значительно страшнее по совершенно другим параметрам. Это будет встреча с Богом, который устраивал всю нашу жизнь, с Богом, который вел нас за руку. И Христос говорит о том, что в тот день вы не спросите меня ни о чем. Не потому, что вопросы пропадут, а потому, что сама эта встреча лицом к лицу погасит, уберет все вопросы. В этот день многие встретятся с Богом, который держал их всю жизнь за руку, и которого при всем при этом они не заметили никогда. Бог – спутник, отличающийся крайней деликатностью. Настанет момент, когда мы встретимся с распятой за нас любовью. И то, что мы не сумеем ничего ей ответить, так как не приложили в жизни никаких усилий, чтобы увидеть ее, услышать или почувствовать, и будет самым страшным моментом. Нам было бы значительно легче, если бы мы услышали о себе какой-то ужасный, суровый приговор. Но Бог не осуждает нас. Есть выражение «двери ада закрыты изнутри». Не получив опыта жизни с Богом здесь, мы не сумеем получить его в вечности, так как в вечности нет изменений. Изменение – свойство времени. Там, где времени нет, нет и их. Это и есть мука. Встретиться с тем, кто всегда любил нас, и на чью любовь мы так и не нашлись, что ответить. Единственным успокоением для такой совести будет сокрытие в ааде. Не видеть, не слышать и не знать. Единственное, чего будет хотеться. Но Бог ввел нас в жизнь для другого. Не для того, чтобы в итоге мы стали подобно бессловесным. Мы должны стать богами по благодати. Об этом говорят все отцы и учителя церкви. Это удивительно еще и потому, что Бог не требует от нас безусловной святости. Он требует непрекращающегося движения. А в этом движении, в этом пути, Он поддержит нас. Задача в том, чтобы не останавливаться, вставать при падении. Все остальное в силе и славе Бога. Так вызревает святость. Тогда лик Христов окажется для нас самым близким и желанным. Тогда, увидев Его, мы войдем с Ним в радость. Наша программа сегодня выходит из храма святого великомученика Никиты в Ярославле. Никитский приход в одноименной Слободе на западной окраине средневекового Ярославля возник не позднее 15 века. На территории действующей церкви со второй половиной 17 века существовал комплекс из двух храмов. Летний был освящен в честь праздника Сретения Господня. С начала 20-го столетия построен, значительно расширен и освящен в честь святого великомученика Никиты. В 30-х годах прошлого века храм был закрыт, а соседняя церковь в честь Архангела Михаила и вовсе разрушена. В течение 60 лет на территории Никитской церкви находился ремонтный завод организации «Хлебопродукт». В 1998 году храм вернули верующим. Сегодня у нас в гостях епископ Федор Казанов, глава новообразованной Переславской и Углической епархии. Владыка Федор, благословите. Добрый день, Божий благословение, ты прямая с вами. Владыка, первый вопрос. Мы наблюдаем в течение уже достаточно продолжительного периода времени появление все новых епархий и метрополий на карте Русской Православной Церкви. С чем связан этот процесс? Этот процесс был начат еще 100 лет назад на архиевском соборе 1918 года. И он обусловлен необходимостью реальной, чтобы попечение епископа касалось каждого уголка его епархии, каждого прихода, каждого священника. Каждый епископ, каждый архипастер призван знать нужды своей пасты, каждого прихода, иметь попечение, участвовать в их жизни, знать не только в лицо, но и по имени каждого священника служителя. И, конечно, знать, чем живет его паста на всех уголках его епархии. Владыка, скажите, в каких границах образована Переславская и Углическая епархия? По благословению священника Патриарха и Дорогима священника Синога, Переславская епархия заключается в 5 районов. Ворсогребский, Углический, Углический и Переславский. Владыка, в одном из своих первых интервью вы говорили о том, что планируете расширить зону диалога между церковью и обществом, то есть путем вхождения церкви на ряд светских площадок. Какие конкретные шаги вы видите в этом направлении? Ну, мы видим направление нашей работы в совместном диалоге и со светской властью. Конечно, обязательно нужно находить площадку для диалога с молодежью. И эта площадка должна быть светской, доступной для любого человека, не выцерковленного, может быть, только который что-то слышал о вере, и хочется не повыше узнать, на богу этой причине бывает так, он стесняется или боится зайти в церковную ограду. Конечно, совместные мероприятия, которые мы проводим и будем проводить, это чтение, как мы давно прошли, ирзарховское чтение, музыкальные фестивали, кинофестивали, совместные конференции. Владыка, оказавшись сейчас на новом месте служения, какие наиболее острые вопросы и вызовы вы видите стоящими перед лицом вашей новообразованной епархии? На что направлено самое пристальное ваше внимание? Сейчас внимание всей церкви направлено на сохранение института семьи, потому что в первую очередь мы видим, что сейчас смешиваются понятия добра и зла, разбывается эта граница, и церковь призвана свидетельствовать о добре, об истине, свидетельствовать своей проповедью, миссионерским служением, служением социальным, работой с молодежью, вот об этом нужно говорить, и, конечно, поддерживаемся целой ПТАРХ в вопросе сохранения жизни нерожденных детей, работа с духовенством, повышение его духовно-образовательного уровня, потому что у нас получается так, что, ну, как бы условно, духовенство состоит из двух частей. Первое – это советского периода, люди опытные, духовно имеющие в сердце горячую веру, но, может быть, и некоторые из них недостаточно имеют духовное образование. С другой стороны, мы видим молодежь, которая достаточно образована, но, с другой стороны, ей не хватает вот этого благоговения, которое имеют наши старцы. Ваше Пресвященство, многие ярославцы достаточно хорошо знают вас как настоятеля, к примеру, Кирилла Афанасьевского монастыря, да, в вашу бытность такового. Однако же, к примеру, для многих мирян Переславской и Углической епархии, я думаю, что вы человек достаточно новый, да, понятно, что вас прекрасно знает священство, но для многих людей было бы достаточно интересно узнать, каков был, в принципе, ваш путь возрастания в вере, как вы пришли к тем призваниям, которые вот исполняете сейчас. Я ходил в храм, начиная со студенчества, в то время религиозная жизнь, наверное, заключалась больше в вылетенном призвании святителя Николая, преподобного Сергея Радонежского, с просьбой помочь дать тот или иной экзамен. И я помню живую их помощь, и как действительно я получил именно ту оценку, нарезаемый никакой, я просил, вот я так вот, такой дерзкий был, что даже, значит, просил, вот, вот, Сергей Николаевич, мне хочется получить четверку или пятерку. Я, конечно, может быть, не знаю вот на эту оценку в полноте, но уж очень мне не хочется тройку получать. И я получал эту оценку, причем так, что я понимал, что здесь вот именно вмешательство с Сергеем Николаевичем. Ну, а потом получил благословение учиться в Иеруславском духовном училище, вот, и в дальнейший путь он был, так сказать, запослушанием. И я хотел принять монашество, вот это было, так сказать, моим исполнившим желанием, но боялся священнослужения. Это считалось теперь очень готовым. Это было неожиданность, очень временем особых, так сугубых переживаний. И то же самое, как касается и избрания меня на епископское служение. Это была такая стрессовая ситуация. Ну, вот, и я все свое дальнейшее служение, и священническое, и теперь архиерейское, воспринимаю как послушание своей матери церкви на том поприще, на том месте, куда меня благословит священнослужение. Владыка, вы прошли достаточно уже большой путь священнослужения, да, вы служили на разных приходах, возглавляли не один монастырь, и наверняка вы встречались в своей жизни с огромным количеством ведь очень разных людей. Но какие из этих встреч повлияли на вас особенным образом? Кого вы можете выделить, как вот такую определенную путеводную звезду, которая бы вас, да, там, сопровождала по жизни, если таковая есть? Очень хорошее сравнение с путеводной звездой. Действительно, в средоточии моей духовной жизни является архиерской пмехи Хархаров. И я ему обязан не только жизни прошлых дней, но и сегодня я чувствую его молитвенную поддержку, его духовную близость. Конечно, для меня, можно сказать, самый важный и главный человек в моей жизни, в моем становлении и рождении, как вот служителя церкви. Дальше я, конечно, очень благодарен митрополиту Кириллу, который научил меня церковной организации, дисциплине. И особое место среди них занимает и наш патриарх святейший Кирилл, который меня просто поразил приличной встрече, вот, с одной стороны, и глубиной своего ума, мудрости, а с другой стороны, такой доступностью. Владыка, вы упомянули, да, о такой живой молитвенной связи с святителем Николаем, с преподобным Сергием. Но ведь, кроме всего прочего, и сама Переславская иугольческая епархия, да, это древняя земля, земля древних отдельных самостоятельных больших княжеств, на которой просияло огромное число святых. А вот из тех святых угодников, которые несли свой подвиг именно на землях вашей епархии, может быть, есть кто-то, кто также вам как-то достаточно близок? Особенно близки из святых этой земли, для меня уже причисленный преподобный Сергий Радонежский, Александр Невский, святитель Лука Войнасиненский, под палитным покромом которого я трудился поприще социального служения. Царевич Дмитрий Углический, который был покровителем нашего Центра защиты материнства и детства. Дмитрий Перелудский, который был современником преподобного Сергия. Алексей Московский. Владыка, мы благодарим вас за то время, которое вы смогли уделить нам за содержательные ответы. И если вы хотели бы что-то пожелать всем смотрящим нашу передачу и, в принципе, ярославцам? Мне бы хотелось пожелать всем милости Божьей во всех путях нашей жизни, и чтобы не произошло внутри нас или вовне, чтобы мы никогда не теряли присутствие Духа, чтобы мы старались видеть несовершенство своей души, своего внутреннего мира, и поменьше обращали внимание на грехи своих ближних. Вот в этом я вижу конструктив не только личной жизни христианина, но и нашей Церкви, и нашего государства, как человеческого общества. Всем пожелать мира душевного и мира политического. Храни всех, Господь. Благодарю вас за предложение к делу. Спасибо. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». Вы можете видеть нас каждое воскресенье в 11 часов утра и в 21.45. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин